Друзья мои прекрасные, любимые, сегодня у нас Таро дня. Позвольте, я напишу, медитация на день, одна секунда, и вы увидите название нашей практики. Медитация. И я напишу, что Таро, потому что со мной Таро, и вы тоже можете задавать вопросы. Медитация Таро. Я закрепляю эту тему. Для того, чтобы вновь прибывшие всегда могли лицезреть. Итак, беру карту, и сегодня, с вашего позволения, хочу представить вам свою гостю. Это прекрасная фея, мастер музыкальной йоги, мастер раскрытия природного голоса, Татьяна, которая живет в штате Калифорнии, в Сан-Диего. И Таня обладает удивительной фамилией. Назови ее, пожалуйста. Штейн. А как оно переводится? Это переводится немецкая, огненный, горячий камень. Штайн. Это заметно. Таня всегда горячая, и я возле нее греюсь. На ее солнце и прилетела. Из Калифорнии, оно нам тоже в помощь. Так что с большим приветом из Калифорнии. Здорово. Сегодня я бы хотела, чтобы Татьяна была тем проводником, который вытянет карту, задаст вопрос, и мы сделаем медитацию на день текущий. Таня, мне бы очень хотелось, чтобы ты сконцентрировалась с вопросом, который хочешь задать. И было бы здорово, чтобы ты сделала это во всеуслышание, поскольку сегодня ты будешь именно проводником и задаешь тон этому дню. Пожалуйста, задай свой вопрос. Сегодняшний вопрос просто у меня... То, что тебя беспокоит? Именно то, что для тебя важно и первостепенно? Наверное, в данный момент, как бы с присутствием Катерины, когда мы начали взаимодействовать, у меня есть такой вопрос именно о саморазвитии, о новом витке моего развития. Да, личностного роста, духовного роста и вот... Понять свое предназначение. Я поняла давно свое предназначение, но как оно в сегодняшнем моменте будет реализоваться? Здорово. А вот девочки пишут, а расскажите, как вы поняли и какое у вас предназначение? Да, у меня творческое предназначение. Я писатель. Я, наверное, с 2009 года публиковалась и писала книги по саморазвитию, жизнь, развитие сознания. Вы можете найти мою книгу онлайн. А потом дальше я писала о энергии любви, о структурах, о кристаллизации, о внутреннем развитии, о гармонии личности. У меня очень много информации, вот именно писательский талант. И как мастер медитации вот сейчас я учу своих учеников. И здесь именно в Калифорнию, есть у меня на Аляске, и здесь в Калифорнии мои ученики. Мы общаемся, медитируем и развиваем все свои способности. Конечно, учительский талант и талант ученика есть одно и второе, потому что это неразрывно связано. Моя миссия именно учить и помогать людям. Лечебные массажи, медитации, открытие чакра, работа с проблемами. Вот как бы мое предназначение. Но я не останавливаюсь, я все время расту, и жизнь дает мне новые-новые моменты. И вот сейчас мы узнаем, что нам скажут карты. Да, именно для этого мы объединились, чтобы послужить помощниками и быть трансформаторами на пути друг друга. Ну что ж, Танюша, твоя очередь снять карту и вытянуть ее. Покажи ее. Вау, друзья мои, да это самый мощный аркан, 21-й аркан. И карта называется Завершенность. И посмотрите, какой божественный человечек изображен на этой карте. На самом деле Будда в голубом костюме. Посмотрите, как он на Таню похож. И последний пазл, которого там не хватало, это как раз мой приезд. И теперь говорит о том, что в Тане есть та завершенность. То есть теперь ей позволено раскрыться во всей ее мощи, во всей ее полноте, уникальности и декларировать ее божественную ткань энергии на весь мир. Ей не хватало чуть-чуть добрать вибрации. И на данном этапе она нашла этот недостающий пазл. Может быть, друзья, именно поэтому я к ней приехала сюда, в Сан-Диего, в Калифорнию. И просто сорвалась из Седоны, с Аризоны и вылетела первым рейсом. И даже Таня позаботилась о моем билете. Друзья, ну что ж, я поздравляю и вас, я поздравляю и Татьяну. Это карта 21-го аркана. Это последний старший аркан, который говорит о высоком прорыве, о высоком духовном росте, о мощном прорыве, о том, что человек бесстрашен, о том, что он действительно раскрыл себе все энергоцентры. И вибрации их велики настолько, что он может созидать не только себя, ближнего, но и все человечество, что он поменялся настолько сильно, что своей вибрацией, своим присутствием уже меняет саму вибрацию. Мастер медитации, который даже своим присутствием, своим внутренним состоянием как бы делает это. Это была моя практика год. Я была в полном затворе в буддийском монастыре, который здесь находится в Калифорнии Баскандида. И, может, мы завтра сделаем некоторые репортажи оттуда. Я познакомлюсь с этими мастерами вас и с моим мастером, с которым я медитировала. И вот этот год для меня был очень таким интересным развитием. И теперь вот результат. Так что, друзья, ничего невозможного нет. Время пришло. Время пришло. В свое время все происходит. Работайте над собой. Это великолепный процесс. И еще в девятом году я знала, что я буду иметь такую школу. И сейчас я уже понимаю, что это реально. Она есть. Она есть. Потому что у Кати уже громадная наработка. Великолепная аудитория. И я вас всех очень-очень люблю. Спасибо. Здорово. Любимый, я поздравляю вас с этой завершенностью. Я поздравляю вас с тем, что вы обрели еще один пазл в своей жизни в виде Татьяны. В виде тех вибраций, которые она дает. И в виде практик, которые обязательно вас ждут на нашем канале «Экологичное тело». В клубе «Кейт Спирит». И мы вас любим и будем поддерживать. Потому что все мы одна семья. Все мы одна душа. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok